Друзья, всем привет! Вы на канале Слуцкий Синдикат. И сегодня мы с вами будем готовить грунт для посева перца и баклажана. Поехали! Грунт у нас в этом году двинский. Он производится на Витебской земле. По фракции грунт просто восхитительный по сравнению с прошлым годом с Глинковской землей. Но, тем не менее, как будет расти в нем рассада, мы посмотрим. Значит, что, конечно, нам надо для того, чтобы приготовить полностью грунт для посева перца и баклажана? Значит, замес мы производим в бетонной мешалке. Это удобно, быстро, просто. То есть, ну, насыпаем количество земли нужно и разводим, конечно, его с водой. Мешать потрясающе, никаких сил на это особо не тратишь. И это, конечно, очень и очень экономит время. В какой консистенции мы мешаем землю? Значит, земля у нас должна быть влажной, но не прям мокрой-мокрой. Вот когда вы на ее давите, должна она вот буквально капать. Вот как здесь. Оно не льется, а оно капает. И, в принципе, земля полностью готова для набивания в кассету. Когда земля слишком мокрая, тоже не есть хорошо. Когда слишком сухая, тоже плохо, потому что она моментом пересохнет в кассете. И в последующем смочить уже эту землю в кассете будет проблематично. Она должна быть средней, как говорится, влажности. И вот на этом, в принципе, пока что будет и все. Друзья, я забыл еще добавить, что для более равноверного пропитывания грунта сначала заливаем воду, а уже потом закидываем грунт. Значит, друзья, как мы набиваем кассеты? Очень просто. Ну, как бы, сыпанули. Вот так вот аккуратненько это дело разровняли. Чуть-чуть подбили, для того, чтобы земля немножко уселась. И наверх даем еще немножечко слоя земли. Все, кассета наша полностью готова к эксплуатации. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, ну вот на этом, пожалуй, будет и все. Я показал вам весь, как сказать, подготовительный процесс перед днем Икс. Перед днем, когда мы будем высевать уже непосредственно перец и баклажан в нашу рассадницу, в наши кассеты. Единственное, что мы еще сделаем, это накроем все кассеты целлофаном, чтобы избежать потери влаги, так как будем производить посев где-то через 2-4 дня, плюс-минус. Поэтому, чтобы кассеты не подсыхали, мы их накроем пленкой. Ну и, в принципе, друзья, вот с этого момента можно официально сказать, что мы начинаем борьбу, как говорится, за урожай 2023 года. Поэтому все, друзья. Надеюсь, что я был кому-то полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в наш инстаграм. Вот сейчас она где-нибудь выскочит. Там безумно много всякой информации. Очень интересно и весело. Давайте, как говорится, вместе проводить время, так сказать. Все, друзья. Всем большое спасибо. Всем пока.